Российский триколор возвысится над городами. Самый высокий флагшток, проект по таким названиям, сейчас курирует известный телеведущий, профессор Московского государственного университета Николай Дроздоб. Накануне он побывал в Чебоксарах и лично оценил площадки, где планируют установить 100-метровую конструкцию. Своими впечатлениями гости поделились с главой республики. Встреча с Михаилом Игнатьевым состоялась вечером. Побывали на ней и мои коллеги. На восточном, южном и западном рубежах, а в центре Чебоксары, которые символизируют сердце большой страны. О своем выборе авторы проекта не жалеют. После экскурсии по столице Чувашии Николай Дроздоб не скупился на комплименты. Красотами города известный телеведущий был поражен, хотя сюда он приезжал и раньше. Чебоксары изменились в лучшую сторону, отметил профессор. Последние 20 лет назад я был в таком духе, но еще в советское время. И, конечно, вот сейчас, когда я увидел этот город, этих же зданий вообще не было. Да и в проекте не было. Даже никто не думал, что вдруг Чувашия так поднимется до уровня самого благоустроенного города России, до еще прямо к 21 веку. Где расположится Чебоксарский флагшток, пока вопрос. В городской администрации подготовили несколько вариантов. Ехали с аэропорта, опять площадок посмотрели. По пути с аэропорта площадка ЗАТК тракторостроителей. Которая лучше так будет? Какой лучше? Вот Польше понравилось. На Красной площади как раз проходит, где Чувашский драматический театр. Прямо сейчас там ладья стоит к заливу. Прямо около залива вот эта площадка. Места определены, последнее слово, за авторами проекта. Где установят конструкцию высотой 105 метров, станет известно в ближайшее время. Но необходимо решить и технические вопросы. Вот так флагштоки строили в других странах. Огромные трубы насаживаются на специальные штыри, потом их крепят огромными болтами. Таким конструкциям не страшен даже шквалистый ветер. С ней поединены. Легче будет уже, скажем так, этот путь пройден и быстро решимся. Условия последствий. Ну, конечно, да. Уже есть. Ну, надо только адаптировать под, скажем так, по Чувашскому. И принципиально достигнутое решение надо реализовать. Самое главное. Меньше разговоров. Конкретно результат. Главный флагшток появится в Москве. Он станет частью масштабного культурного комплекса «Парк Россия». Авторы проекта замахнулись на мировой рекорд. Сейчас он принадлежит городу Душанбе. Там установлена конструкция высотой 165 метров. Российский флагшток задаст новую планку. Он станет выше нынешнего рекордсмена ровно на 10 метров. И тогда, возможно, попадет на страницы книги рекордов Гиннесса. Идею проекта глава республики одобрил. Михаил Игнатьев отметил, что он поможет укрепить уважение к российскому триколору. Для регионов, где будут установлены флагштоки, открывается другая возможность. Повысить туристическую привлекательность. Медриковалев, Сергей Рябщиков и Николай Яковлев. Республика.